Господи, Боже, Повелиться, милости Твоей, молитесь, услыши, помилуй. Открытие нового корпуса начали с благодарственного молебна, которое вместе с Тамбовским священством, монахами, а также студентами семинария отслужил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В торжественной обстановке он окропил святой водой новое здание и поздравил его насельников. Здесь находится библиотека, здесь находятся спальни студентов, здесь будет читальный зал, здесь расположен медицинский кабинет, который мы обязаны были оборудовать согласно требованиям учебного комитета Русской Православной Церкви. Кирилл – студент первого курса. Когда поступил на учебу, новый корпус еще не открыли. Но теперь он вместе с сокурсником живет в комфортабельных условиях. Есть все необходимое – кровать, стол и стулья, душевая комната. Мы можем заниматься не только учебой, например, в новых аудиториях с интерактивными досками, но и также мы можем заниматься, например, спортом на тренажерах, а также нам дает великое множество возможностей новый актовый зал. Здесь все сделано по последнему слову техники и безопасности. Отец Виталий ведет нас в цокольный этаж и по дороге объясняет – несколько лет назад, когда строили здание, его пришлось поднимать на домкратах, чтобы построить минус первый этаж. Сейчас тут очень комфортно, уникальный стеклянный купол и зона отдыха с экзотическими растениями. Перед вами уникальное историческое окно. Когда четыре года назад рыли котлован, обнаружили остатки взорванной в 30-х годах колокольни. Теперь это историческая реликвия новой семинарии. На этом же этаже большая столовая тоже под прозрачным куполом. Одновременно тут могут кормить до 150 человек. А всего в новом корпусе могут очно обучаться 250 студентов. Для них предусмотрено все – от аудитории до конференц-зала, где можно проводить международные конференции. Есть и свой театр. Его изюминка – огромный плазменный экран 6х4 метра, на котором каждую неделю транслируют православное кино. Здесь уже сейчас проводится очень много мероприятий, связанных со студенчеством. Сюда к нам приходят уже постоянно, не как в гости, как к себе домой, студенты других вузов, технического университета, государственного университета, колледжа различного уровня. Мы проводим здесь как конференции, в том числе международного уровня. В том числе мы смотрим фильмы, обсуждаем евангельские сюжеты. На этом месте будет небольшой храм-семинарий, а в этом помещении устроили уникальный музей. На стенах редчайшие древние иконы, которые собрали сюда, спасая от грабителей в деревнях. И это только начало. В перспективе новый корпус духовной семинарии сможет стать центром духовно-просветительской работы не только нашего региона, но и соседних областей. Дмитрий Шапкин, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.